Это просто невозможно. Поэтому, друзья, наши телемосты, они всегда традиционно, они всегда идут перед каким-то этапом. Вы помните, мы прошлый телемост проводили, когда была смена дисконтов, смена этапов, когда мы выводили на новый уровень, мы объясняли, что, зачем, как происходит, и мы доносили эту информацию, и она очень активно была востребована и проводилась. Сегодня очень важный этап в том, что мы сегодня делаем, потому что у нас после августа сразу идет полным ходом подготовка сейчас к Энотрансу, который будет 21-23 в Берлине. Это, друзья, мощнейшее событие, это без преувеличения. К нему подготовка идет сейчас в круглосуточном режиме, то есть в конструкторском бюро прям висит календарь, и прям до Энотека осталось. Я там последний раз был, когда было написано 37 дней, потом я был там уже 35 дней, и это идет постоянный счетчик, который снижает, и, соответственно, даже график идет первая, вторая, третья смена. То есть работа идет в три смены, потому что те машины, которые сейчас изготавливаются, и то, что будет показываться, это, друзья, конечно, очень серьезная заявка. И, по сути дела, это будет мировая презентация, то есть когда мировой общественности будет заявлено о том, что существует такая технология Skyway, что она несет новые концептуальные решения в области экологического нового вида транспорта. Это транспорт второго уровня, и что существуют все технологические решения, которые позволят закрыть весь спектр существования транспорта. Это и грузовые сыпучие грузы, это и контейнерные перевозки, это и низкоскоростные до 150 режимов города, это и высокоскоростные перевозки уже регионных между городов, это 500 км в час. И сейчас, что самое важное, Юницкий уже заявляет и декларирует о том, что начинается разработка технологий пятого поколения, которые будут давать уже гиперскорость, то есть 1250 км в час. Это наш ответ, как бы сейчас очень много обсуждается, и мы даже на трансе будем на выставке вместе с технологией, которую представляет компания Илона Маска Hyperloop, который сегодня декларирует скорость 1200 км в час. Так вот, чтобы вы точно понимали, что Skyway обладает всем спектром скоростей, которые сегодня рассматриваются в сфере транспорта, от гиперскорости 1250 км в час, сверхскорости для наземного транспорта. Почему сверх? Потому что сегодня скорость 500-550 км в час для массового использования применяться не может даже теоретически. А мы сегодня уже, идет монтаж путевой структуры, то есть уже построена основа, сейчас в цехах идет изготовление самой путевой структуры, и начиная где-то конец августа-сентябрь начнется монтаж, и в октябре, как мы обещали, то есть ни в коем случае не идет уход от графика, будет именно старт демонстрации, когда Эко-технопарк, именно как демонстрационная площадка, начнет показывать именно возможности технологий. И мы с вами сделаем первый, самый важный шаг, вокруг которого была построена и краудинвестинговая система, и Эко-технопарк, это перевести декларацию технологии, то есть декларации ее возможности, то есть то, что показывает технология, перевести к ее демонстрации, потому что заказчики, инвесторы, они приходят только в технологию, которую они видят, и в этот момент уже начнет резко снижаться венчурная составляющая с точки зрения технологии, потому что сегодня мы, друзья, работаем в сфере и работаем в категории, когда основной вопрос, который нам задают, а есть ли технология. Для меня этого вопроса, друзья, нет уже 17 лет, как я познакомился с Юницким, потому что моего технического образования было достаточно, чтобы увидеть и понять технологию. Потом мы строили уже первый демонстрационный стенд в 2001 году в городе Озерок, когда он был продемонстрирован. И для меня, друзья, основной вопрос, на который я пытался ответить и не мог понять сути вопроса, почему мы продемонстрировали новую концепцию транспорта, то есть которая была с участием и с такой подачей Александра Ивановича Лебедя, построена потом, мы подключились ребята с Газпрома, именно с венчурного фонда, еще были инвесторы, и мы построили, сделали, продемонстрировали технологию в 2001 году, которая была продемонстрирована десяткам и сотням делегаций журналистов. И я не мог одного понять, почему очередь не выстраивается от Озеров и до Кремля. Это был 2001 год. Более того, спустя 10 лет после демонстрации президенту Медведеву этот полигон был уничтожен, в прямом смысле полигон, потому что боевые действия за ночь его срезали. И только сегодня, спустя уже 15 лет, после того, как построили, и уже там 6 лет, как его уничтожили, сегодня приходит осознание, что всему свое время нельзя технологии перепрыгнуть через потребности технологического развития, которые есть. К 2000 году только сформировался интернет, и еще не было такой потребности в скоростных дешевых перевозках. То, какие возникли сегодня. Еще не были такие цены на нефть, на металл и так далее. То есть экономика развивалась. И мировая экономика не подошла к той рецессии и к тому реально кризисному состоянию, которому она подошла сейчас, именно благодаря технологическому развитию. И сегодня встают все вопросы, на которые может ответить только новое цивилизационное, технологическое, инвестиционное развитие. Это как раз новый уровень технологии, то, что мы с вами создаем. И то, что сегодня мы создаем абсолютно новое. То есть нет никаких аналогов, это ни с чем даже нельзя сравнивать. То есть инженер Юницкий создал уникальную технико-экономическую школу, которая разработала технологию SkyWay. SkyWay является основой нового технологического, именно агрегированного понятия Transnet. То есть следом за интернет приходит Transnet. Мы недавно, как вы помните, с Михаилом Кириченко пытались записать первые такие интервью. У нас будет целый цикл передач именно с точки зрения футурологии, описания будущего. Мы сейчас будем показывать, как технологии будут каждый день касаться каждого из вас, как мы будем дальше развиваться и делать. Соответственно, друзья, мы сегодня, развивая технологию, в 2014 году запустили новый инвестиционный процесс. Этого, друзья, не делал никто никогда, это нет аналогов и даже не с чем сравнить. Когда краудинвестинговая система, когда именно обращаются к финансированию большого количества инвесторов, которые могут позволить себе рисковать небольшими суммами. И мы, друзья, сделали это невозможное. Мы создали инвестпроводящую систему, инвестировали, сделали, именно канализировали инвестиции, создали юридическую защиту. Володя Паслов вам показал, и, конечно, за три года эта система изменилась, и нельзя сравнивать то, что сегодня и то, что было два, там, два с половиной года назад, это как небо и земля. Сегодня это стройная, уже юридически выверенная система, которая работает в нескольких юрисдикциях, абсолютно защищает всех инвесторов с точки зрения именно юридической причастности к процессу. Естественно, что, друзья, это никакого отношения не имеет к венчурности, потому что технологичная венчурность, которая сейчас именно снижается и идет к нулю, что технологии есть или нет, этот ответ после сентября, октября и начала ноября уже просто не будет стоять. А дальше возникают, друзья, совсем другого плана вопроса, и мы это тоже всегда говорили, и говорим, что это не значит, что после сентября и октября у нас откроются ворота, и у нас все вопросы будут решены. Нет, друзья, у нас появляется сегодня большое количество заказчиков. Сегодня мы прорабатываем с крупными инвесторами уже финансирование крупных инвестиционных проектов с привлечением, с применением технологии. Мы работаем с рядом правительств уже по разработке месторождений и внесения в наши совместные компании, управляющие компании, которая сегодня создает именно головная компания, как владелец интеллектуальной собственности, где мы с вами являемся акционерами. Эта компания уже сегодня идет по пути запуска ряда адресных проектов, и как раз и на ТЭКе, это тоже одна из новых, то, что кто-то еще слышал, кто-то нет, Анатолий Дович Миницкий попросил презентовать технологию на Берлинской международной выставке именно нашего партнера, друга, это Рода Хука. Род Хук – это первый такой крупный финансист, первый крупный именно специалист в сфере транспорта, поэтому, наверное, соответственно, логично, если на английском языке презентовать технологию будет именно Род Хук и Виктор Бабурин, это, соответственно, тоже наши друзья заслуга, потому что Рода Хука нашла наша структура, то есть наши активисты, которые нашли, убедили, дали ему материалы, потом вывели его на компанию, потом он приезжал два раза, и сегодня он возглавляет управляющую компанию, которая уже запускает не один адресный проект. И когда он будет в Берлине, а потом на нашей конференции 24 числа, где он тоже будет выступать с Виктором Бабурином, естественно, что он обо всем этом расскажет, это первые адресные проекты. Еще адресных проектов сегодня ведется, друзья, не один и не два, это крупнейшие проекты, но мы будем о них говорить, когда они будут выходить уже на такую именно финансовую основу. Но основное, что мы с вами, друзья, сделали и почему эта работа сегодня находится на другом уровне, чем, допустим, 3, 5 или 10 лет назад, когда я привлекал инвесторов, крупных инвесторов, общался с бизнесменами всего мира, политиками. Друзья, у нас сегодня есть за спиной строящийся экотехнопарк. Мы сегодня с вами каждый день можем демонстрировать то, что происходит. Более того, мы сейчас вводим практику, когда уже в онлайне, с использованием перископов, веб-камер, мы можем показывать, что сегодня делается в конструкторском бюро, что сегодня делается в производственном цеху, что сегодня делается в экотехнопарке, где идет монтаж. Естественно, что это можно сделать только тогда, когда в 3 смены круглосуточно и целую неделю, 7 дней в неделю идет строительство. То есть, с такими темпами сегодня идет подготовка к демонстрации. А это, друзья, возможно, в свою очередь только в том случае, если выстроена инвестпроводящая система. Если собираются инвестиции, приходят инвесторы, и эти инвесторы сегодня инвестируют. И это, друзья, мы с вами выполнили эту задачу, и сегодня все больше и больше уже начинает переходить этап. То есть, мы говорили, что это восьмой этап развития цикла бизнес-плана, то есть, где разбито все на 15 этапов. Это сегодня этап уже, когда, помните, я еще ряд привожу пример, это уже с точки зрения венчурности подхода, когда начинает возникать вопрос, этого не может быть, а сегодня для финансистов очень важно возникает вопрос, а если это правда. И я могу сказать, что очень серьезно сегодня и фонды, и банки, начиная сделать допущение, что если это правда, то это, друзья, очень интересные финансовые инфраструктурные проекты. И мы активно это обсуждаем, но, естественно, друзья, все ждут демонстрацию, все ждут запуска Экотехнопарка для того, чтобы увидеть и снять первый вопрос, но очень важный, а есть ли технологии. И на этот вопрос уже, друзья, мы в конце октября, в начале ноября снимем вопрос, почему мы точно не определяем сейчас дату, потому что мы уже четко определили и разнесли несколько мероприятий. Первое. Старт, то есть запуск Экотехнопарка. Друзья, чтобы вы понимали, что такое старт. Это никогда будет ездить уже со скоростью 500 км в час на 15 км. высокоскоростной подвижной состав и будут продемонстрированы все варианты сегодня возможных видов транспорта. Нет, друзья, старт это тогда, когда будет продемонстрировано первые возможности технологий. Первые. И это, как и обещалось, в октябре месяце будет продемонстрировано, когда будет снят вопрос, а есть ли технологии или нет. Когда будут построены первые метры, сотни метров путевой структуры, когда будет подвижной состав, который будет помещаться. И сразу будет понятно, что технология сегодня развивается, строится, она существует, и подвижной состав, и те возможности, которые закладываются, они есть. И это, как мы обещали, в октябре месяце это начнется, а вот конца, друзья, у этого процесса не будет никогда. То есть постоянно будут новые возможности технологии, сначала будет построен первый километр, будут скорости небольшие, там 20, 30, 50, 100 километров в час, потом будет продляться это на 5 километров, там 10 километров в следующий год строительства, уже скорости будут 200, потом 300, потом 400, потом 500. И вот этот, друзья, вопрос, когда мы всегда будем сначала декларировать возможности технологий, а потом их демонстрировать, это и есть развитие как раз инновационной компании, то есть вы смотрите, как работают сегодня инновационные компании в сфере IT-технологий, хай-тека, это Google, Microsoft, Apple, они сначала обозначают устройство, которое они создают, потом к нему, соответственно, вызывают интерес, и только потом они выводят на рынок. Это, друзья, те правила игры, по которым мы также будем, соответственно, играть на этом рынке, мы будем показывать, сначала декларировать возможности технологии, которые мы будем показывать, потом привлекать к этому интерес, потом привлекать туда инвесторов и заказчиков, и уже после демонстрации будет первая и капитализация интеллектуальной собственности, и, соответственно, друзья, запуск уже тех проектов, которые будут использовать эту технологию. Этот процесс, друзья, в октябре месяце начнется, это его старт, это его начало, и конца он иметь не будет. Как говорит инженер Юницкий, этот процесс будет примерно в ближайшие 100 лет, когда технология будет постоянно совершенствоваться, давать новые возможности, а мы будем там в экотехнопарке видеть новые варианты, новые технологические решения, новые системы, которые упрощают, удешевляют, делают более технологичные. Соответственно, само производство и строительство, и этот, друзья, процесс начинается. Единственное, что в октябре месяце мы предполагали сделать, это объединить наше массовое мероприятие, то есть где соберутся все сторонники, и у нас уже около 3000 заявок, и демонстрацию именно для крупных инвесторов, для делегаций мэрий, соответственно, губернаторов. У нас ряд есть договоренностей с министерствами транспорта многих-многих уже регионов и стран. И туда будут на этом именно закрытом показе участвовать ряд банкиров, крупных инвестиционных фондов. И, соответственно, сейчас уже активно идет вопрос о том, что там может присутствовать еще и политическое руководство Республики Беларусь. Поэтому нам было обязательно поставлено условие, что это должно быть не массовое мероприятие. И второй вопрос, друзья, так как технологические работы, они начнутся, и, естественно, как я уже сказал, они не в октябре, не в ноябре закончены будут, это все-таки технологический вопрос, то нам надо разнести массовое мероприятие, технологические работы и демонстрацию для вот этого закрытого пула, потому что нам поставили очень жесткие условия по безопасности, то есть что там не должно быть посторонних. Поэтому именно запуск, старт Эко-технопарка будет конец октября, начало октября, ноября. Сроки согласовываются, это будет закрытый показ для инвесторов и для политиков, которые принимают решения в сфере транспорта. И единственное, что мы поставили, это уже условие, как компания, которая демонстрирует, это чтобы мы могли... Непонятные тролли стали, пять раз уже сказали, октябрь-ноябрь, да? Ой, друзья, комментарии в перископе идут, просто одно удовольствие читать иногда, единственное, что сейчас не отвлекаюсь. Так вот, друзья, соответственно, мы поставили условие, что наши люди, от которых наиболее зависел запуск Эко-технопарка, кто внес наибольший вклад в развитие именно Эко-технопарка, мы их пригласим на это закрытое мероприятие, это будет где-то 15-20 наших активистов, человек, которые будут участвовать в этом показе. И это мероприятие, как мы и говорили, это будет старт, но, соответственно, это не тот фестиваль, не тот праздник, который мы хотим сделать, и который мы обязательно сделаем для наших активистов, для наших участников. Потому что собираться вместе обязательно надо, вы вспомните, какой был просто подъем, когда мы все собрались в апреле, посадили еще деревья, там Кирилл Шимко потягал наш тягач, при этом мы все посмотрели, как строится, своими руками пофотографировались именно на этапах развития, и просто сама по себе вот этот весь процесс в одном месте, когда собираются столько единомышленников, это, друзья, просто большая синергия. Поэтому мы от этого отказываться ни в коем случае не будем, мы обязательно сделаем этот праздник, но уже как пожелание такое, все-таки хочется его делать не когда летят белые мухи, то есть снег, дождь, и это все-таки это строительная площадка, и это холодно, а давайте по традиции сделаем его там конец апреля, начало мая, там как раз будет день рождения у Юницкого, и будет очередной повод поздравить его всех вместе с день рождения, и, соответственно, сделать это как традиция, праздник весны, экофестиваль именно наш Skyway. Поэтому мы будем вам предлагать о том, чтобы провести его где-то в числах 23 по 30 апреля, вот, соответственно, надо посмотреть, чтобы там не ложилось ни на какие другие праздники, там ни Пасха, там еще, чтобы не смешивать, сделать чисто вот наш Skyway-евский праздник. Соответственно, мы сейчас уже договорились, там наш друг-партнер Кирилл Шимко обязательно что-нибудь протянет, там очень тяжелый вид такой, который в очередной раз попадет в книгу рекордов Гимнесса. У нас теперь есть друзья-скайдайверы Белоруссии, которые установили рекорд, они обязательно сделают и прыгнут в эко-парк на парашютах, чтобы мы увидели. У нас там есть еще друзья-вертолетчики теперь тоже они будут там делать. Так что это будет, друзья, очень интересное шоу такое, очень интересный праздник. Вот, и я думаю, что если мы все-таки будем планировать на весну, то никаких... Так, скоро совсем не... Друзья, интересные комментарии, которые... Вот, поэтому тут абсолютно правильно пишут, вот и Володя сейчас, и во всех, что информационный поток сегодня поставлен, если подводя итог, очень серьезно и очень мощно. У нас сегодня уже проведено более 500 конференций. Вот, мы теперь ставим планку очень быстро перейти уже тысячный рубеж. Вот, то есть они сегодня проводятся в еженедельном режиме по всему миру. Сегодня трудно назвать сегодня уголки в мире, где не проводятся презентации Skyway. Стремительно растет информация о тех, кто узнает про проект. У нас очень существенный, друзья, идет прирост и инвесторов, и, соответственно, инвестиций, исходя из того, что очень резко растут и затраты, потому что сегодня начинается уже строительство. Я вот на прошлой неделе в Перископе демонстрировал уже заливку первой анкерной опоры уже под грузовую трассу. То есть сегодня у нас строится юнибайк легкая, прогулочная и городская система, которая может перевозить до 200 тысяч пассажиров в сутки. Сегодня строится уже легкое метро и основа для скоростного движения, то есть то, что будет давать со временем скорость 200, 300, 400, а подсоем 500 км в час. Сегодня делается уже основа для контейнерных перевозок, которые будут закрывать и фактически убирать наши фуры с дорог. Это все, друзья, уже сейчас делается, демонстрируется, готовится, и в ближайшее время, как только будут проведены первичные испытания, мы, соответственно, будем с вами видеть. Про закрытое мероприятие, которое будет проводиться в октябре, все, что можно будет показать в онлайне, мы, друзья, покажем веб-камерами. Вот я, естественно, все, что можно будет показать, у нас идет четкая сейчас оговоренность с Анатолием Давыдовичем Юницким, Виктор Бабурин следит за этим, чтобы в Перископ мы показывали только то, что можно, и поэтому, исходя из тех возможностей, которые будут, я в обязательном порядке сделаю демонстрацию, соответственно, в Перископе. Ну вот, друзья, если подвести итог по той работе, на этапе, в которой мы сейчас находимся, то очередной такой телемост – это переподведение черты, потому что они проходят не раз, точнее, не чаще, чем один раз в месяц. Сегодня один месяц, как говорит Алексей Суходоев, у нас сегодня стоит 10, то есть у нас время в SkyWay примерно 1 к 10, вот, то есть каждый год – это 10 лет развития другой технологии, поэтому то, что было месяц, 2 месяца назад, нельзя сравнивать с тем, что сейчас, то, что будет через месяц, а тем более после сентября нашей демонстрации в Энотрансе, а потом нашей конференции, это уже начнется в следующий этап, потому что очевидно станет эта технология для абсолютного большинства экспертов, прежде всего, друзья, потому что вот в октябре, ну, там, в апреле закончилась демонстрация для экспертов Минтранса. Это, конечно, значимое событие, то есть их убедили, что они есть, и когда они, то, что технология существует, и то, что когда увидят экотехнопарк, они станут сторонниками, это сомнений нет. Так вот, Берлин – это следующий этап, который будет за демонстрацией. Естественно, что сейчас я вам просто могу еще раз подтвердить и сказать, что работа с крупными инвесторами идет постоянно, не останавливаясь. Я практически каждый день провожу консультации, довожу информацию. Мы работаем с фондами, мы работаем с финансовыми компаниями, и этот процесс идет неизбежно. Но, друзья, опять же, стержень и основа этой работы – это строящийся экотехнопарк и демонстрация технологий. Без этого эта вся пустая работа, она никакого результата не даст. И на сегодняшний момент, друзья, я четко могу сказать, что привлечение сегодня, у нас потянулись уже небольшие инвестиционные фонды, сегодня привлечение инвесторов и инвестирование в наш венчурный проект – это крайне выгодное на сегодняшний момент вложение. Это я говорю уже как эксперт с точки зрения технологии, потому что технология в ближайшие 3-5 месяцев станет очевидной, а инвестиции, которые сегодня, они будут защищены именно спросом на эту технологию. Поэтому, друзья, несите эту информацию, показывайте то, что сегодня делается, приглашайте на Берлинскую технологию, она обязательно будет в прямом трансляции, в прямом эфире, приглашайте сегодня крупных игроков и крупных заинтересованных людей, которые хотят уже своими глазами увидеть. У нас практически каждую неделю сейчас будут такие небольшие демонстрации для определенной группы инвесторов. Это тоже та работа, которая делается постоянно. И таким образом, друзья, никаких вопросов не должно оставаться по поводу возможности, есть технологии или нету, это уже вопрос закрытый. А дальше, каким путем пойдет развитие, как будет капитализация, это, друзья, после сентября-октября мы с вами увидим очень много интересных событий, которые выведут наш проект просто на новый уровень. Поэтому, всех, кто с нами, друзья, я уже активно поздравляю, потому что вы сделали правильный выбор, вы пришли в нужное время, вы пришли в нужное место, вы вступили в нужную команду, и, соответственно, вы неизбежно получите результат, который вы ждете. Соответственно, мы со своей стороны можем сказать, что сегодня сформирована профессиональная команда, которая привлекает инвесторов и инвестиции, сегодня сформирована профессиональная команда инженеров, которая, соответственно, выдает инженерные решения и доводит их до чертежей, Сегодня сформирована профессиональная команда, которая изготавливает опытные образцы, проводит их первичные испытания и дальше размещает эти уже на серийном производстве. Весь этот комплекс, друзья, работает и начиная с следующего года, то есть как только будут закончены первые ходовые испытания, мы перейдем уже к строительству конкретных адресных проектов, которые сейчас набирают. И за 2017 год вы увидите ни один, ни два, и даже ни один десяток адресных проектов, которые сейчас стартуют. Да, тут очень много, друзья, много будет споров по поводу того, кто поедет первый на юнибайке, но тут, извините, тут уже это место занято, уже первого пассажира и первого испытателя определили, ну, помимо того, что это все будет в автоматическом режиме, вот первый это будет кот Анатолия Дарча-Юницкого, поэтому он будет первый испытатель и, соответственно, первый, кто проедет в экотехнопарке на этом. Все фотографии в чатах его есть, поэтому прошу вам посмотреть на первого пассажира технологии Skyway. Вот, естественно, что когда будут завершены весь комплекс испытаний, вот, и дальше уже можно будет перейти уже к демонстрационным поездкам, но это, друзья, будет не раньше, наверное, конца 2017 года, пока будет завершена вся сертификация, исходя из требований безопасности. А до этого это все будет эксплуатироваться, друзья, в автоматическом режиме и, соответственно, для грузовых вещей там вообще испытатели, в общем-то, наверное, у нас не нужны. Ну все, друзья, давайте тогда мы с вами отработали в субботу, в этот чудесный день уже почти полтора часа, мы с вами, вы увидели в очередной раз команду, которая работает, мы поделились с вами, соответственно, теми, что наработано, сделано, вот, вы увидели новый личный кабинет, то есть это следующий шаг совершенствования, то есть у нас постоянно совершенствуется финансовая система, постоянно совершенствуется юридическая схема, и сейчас мы дорабатываем и сайты, и личные кабинеты, это тоже, друзья, идет совершенствование работы. Так что, друзья, спасибо, что вы с нами, спасибо, что мы с вами делаем общее дело, потому что только вместе мы можем реализовать, мы объединяем мир, ну и, соответственно, друзья, строй Skyway. Продолжение следует...